Бизнес, инвестиции, бюджет, привык. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Новый антиалкогольный закон не испугал магазины 24 часа. Круглосуточные точки продолжают торговать спиртным, несмотря на то, что запрет на продажу алкоголя в жилых домах действует с 1 марта. Тему эффективности нового закона обсудили на депутатских слушаниях. На данный момент парламентариям известно более 20 точек, где торговля не прекращалась. Депутаты Гордумы считают, что необходимо увеличивать суммы штрафов. К 15 мая они сформулируют свои предложения по этому вопросу. По данным областной прокуратуры, после вступления в силу закона закрылись 109 торговых точек. Под запрет попали в том числе «Красное, Белое» и «Бристоль». О том, что соблюдать новый закон будут только федеральные сети, а магазины формата 24 часа продолжат работать с нарушениями, ряд экспертов говорил еще до принятия документа. Экономика. Зарплата руководителя драмтеатра на треть больше, чем у директора театра на Спасской. Опубликованы среднемесячные зарплаты руководства кировских учреждений культуры. Цифры приводит портал «Источник онлайн». Самый высокий доход у директора драмтеатра – 130 тысяч рублей. На втором месте по уровню зарплат директор Вятского колледжа культуры – 117 тысяч. На третьем – Центрального госархива – 107 тысяч рублей. Ровно 100 тысяч получает директор Кировского колледжа музыкального искусства имени Казенина. У всех остальных зарплата ниже 100 тысяч. Например, руководителю ДНТ зарабатывает в месяц 97 тысяч рублей. А Герценке – 94 тысячи. Театра на Спасской – 90. Художественного музея – 83 тысячи. Вятского палеонтологического музея – 62 тысячи рублей. В эфире «Экономика». А сейчас информация от наших партнеров. Как ваш бухгалтер относится к отчетности в статистику? Возможно, он даже никогда с ней не сталкивался, потому что компания не попадала в выборку стат-ведомства. Но времена, когда не было жесткой системы контроля за такой отчетностью, закончились, предупреждает руководитель компании «Бухгалтерия» Татьяна Максимчук. Сейчас всю отчетность требуют только в электронном виде с ключом электронно-цифровой подписи. Как узнать, какую отчетность вы обязаны подавать? Надо самим на сайте Росстата по вашему ИНН получить список документов. Помните, что он непостоянный. Мы, например, по своим клиентам список от статистики запрашиваем минимум два раза в год. Помните, что новая задача не обязательно взваливать на себя. Заполнить незнакомые формы, а заодно и взять другую нагрузку на себя, может опытный партнер. 213-112. Телефон для записи на консультацию к специалистам компании «Бухгалтерия». Мария Кожевникова. Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова